Девушки отдыхают А по 25-е будет проходить 4-й фестиваль современного танцевального искусства Швейцарии Скороход Swiss Week Который представит актуальные работы молодых швейцарских танцоров на сцене театральной площадки Скороход И о том, кто, как будет танцевать по-швейцарски Узнаем у организаторов и участников этого фестиваля Нади Гранкиной и Сергея Илларионова Здравствуйте Здравствуйте Будем надеяться, что узнаем по-русски Но танцевать-то будут и не только по-русски Расскажите нам, пожалуйста Что это вообще за мероприятие Мы к своему стыду Вот лично я ничего про это не знаю В чем современное танцевальное искусство Швейцарии Например, отличается от танцевального искусства Норвегии Вот у нас был замминистра иностранных дел Перед вами Норвегии? Так нужно было спросить Мы же не знали, что вы потом придете Вы не видели, как он заходил? Как он выходил? Он, в принципе, без этого вопроса продемонстрировал Как это происходит Он очень высокий Как они танцуют? Понятно Ну, в общем, в Санкт-Петербурге существует площадка Театральная площадка «Скороход» Которая в основном Или даже только современное искусство представляет Современный театр, современный танец, перформанс и так далее И вот уже четвертый год будет проходить Фестиваль-коллаборация двух стран России и Швейцарии Потому что уже четвертый год нас поддерживает Комитет по культуре Швейцарии Про Гильвеция в России Их программы в России Они нас поддерживают И благодаря им в том числе Мы можем уже четвертый год проводить такой фестиваль Мы привозим Почему мы привозим И почему изначально нам стало интересно Работать с Швейцарией Просто считается, что в этой стране Очень хорошие условия Для многих и многих и многих вещей Что она очень стабильная Финансово подкованная и так далее Поэтому и в том числе Молодым, начинающим, развивающимся далее компаниям Чуть проще, что ли Заниматься творчеством Потому что они как-то Финансово поддержаны Со стороны государства И различных фондов Соответственно туда стекаются Различные национальности И привозя Какие-то коллективы из Швейцарии Мы привозим не только По сути швейцарское искусство Но и очень много Тенденций из стран Европы вообще Потому что национальностей там очень много Ну вот у нас Сергей пока молчит Только усики так подкручивают Что скажете нам, Сергей? Вы непосредственно участник Или организатор? Нет, я друг площадки Скороход Вот так И я не участник и не организатор Просто вот Надя сказала Позвонила мне Предложила поучаствовать в разговоре Сергей, ну я могу прокомментировать Да, почему мы его позвали Просто Сергей очень активный деятель Современного искусства Здесь у нас в Санкт-Петербурге Яркий представитель, да И он может прокомментировать Мне кажется очень достоверно Хорошо и интересно То, что происходит в Санкт-Петербурге Вопрос первый Я дилетант Почему это называется фреш? Объясните Танцевальный фреш? Фестиваль? Ну это вопрос тогда ко мне Почему называется фестивальный? Фестиваль называется Swiss Fresh Швейцарский фреш Потому что в этом году Задача программного директора фестиваля Который набирал собственно коллективы Их постановки для приезда и участия Задача была следующая Пригласить те коллективы Которые только начали работать То есть сами участники Хореографы и танцовщики Могут быть уже чуть старше Не совсем молодые Но их коллективы Были организованы буквально год-два назад Что очень что-то живое, молодое И эти коллективы Они неизвестны не только в России Но они в общем-то Пока еще не очень известны Ни в Европе, ни в самой Швейцарии Поэтому это что-то очень свежее Только что сделанное Эксклюзив 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 Да Ну вот смотрите Опять же да Мы отталкиваемся от простых базовых Каких-то вещей Что мы знаем про танец В смысле с какими-то черно-белые фильмы Кадриль и так далее И тому подобное Понятно, что речь идет совсем не об этом И это даже не вальс И это даже не танго Это современный танец Давайте дадим определение тем явлениям Которые человек придет и увидит Что это будет? Современный танец Что это? Современный танец это вообще очень сложная субстанция И термин Он гиперобъединяющий, конечно Множество-множество направлений Потому что Я часто говорю людям Ну вот люди спрашивают Что такое современный танец Чем он отличается От каких-то классических форм Танцдвижения и так далее Современный танец Так принято считать энциклопедически Начался с Исидора Дункан Которая Сняла Босиком Босиком, да В тунике В хитоне Импровизировала Здесь очень важно Вот это вот понятие Импровизация То, что человек Здесь сейчас находится В Ну В конкретном пространстве Слышит музыку Понятно, что даже если Это подготовленный Какой-то номер Но Рождается ощущение Чего-то Сиюминутного Это очень важная история Для современного танца Но Вот люди говорят Мы же как это самое Мы раскрепощаемся К Исидору Дункан Типа Двигаемся Но Если сейчас танцевать Как Исидору Дункан Это не будет современным танцем Это парадокс Собственно, как и парадокс Вообще Ну, как бы искусство Современное искусство Условно началось Там с 90-х годов 19-го века Но Там афовисты Матист Все эти вот Пикассо И так далее Сейчас это нельзя расценивать Как Современное искусство Просто Терминология Она Ну Она была современна в тот момент Да, естественно И понятно, что Если мы употребляем Употребляем Выражение Современный танец Сейчас Скорее всего Он, конечно, уже не современный Потому что Нужно придумать новый какой-то термин Новейший Это, ну, как бы нельзя сделать Потому что Парадигма Современного Ну Современно эстетическо-философская Парадигма Собственно Отменяет Новое Как таковое То есть Если раньше В нарративной В нарративном повествовании Было важно для художника Создать что-то новое Он стремился к этому К результату новому Сейчас вовсе не обязательно Потому что мы имели Постмодерн и так далее Ты можешь использовать Кучу всего Что было создано Отрефлексировать На эту тему И создать свое Что-то Свое Не обязательно Что оно будет Новое Вот есть у меня подсказка Я так внимательно послушаю Сергея Вы рады, что вы его позвали? Конечно Я очень люблю с ним беседовать Не знаю Слушать его мысли Делиться своими Поэтому да Ну вот смотрите, друзья Мы сейчас сориентируем Нашего пользователя Надеюсь, это тоже будет Небольшой подсказкой Собственно промо-роликом Который у вас есть в группе Давайте Давайте, да И это, мне кажется, тоже В некотором смысле Что же такое Swiss Потому что современный танец Это в том числе И бутон Когда люди Перемещаются так Конечно Что если увидит бабушку Она подумает Что надо на помощь Конечно Это тоже будет Современным танцем Знаете Есть такая вот Ну Понятно, что Люди по-разному воспринимают Ну Искусство И вообще Разные виды Креативной деятельности Многие говорят Вот что вы делаете Вы же ничего не делаете Ну что Вы стоите Разве это танец Вы вот там Вы выходите на сцену И 15 минут стоите Мы отвечаем Вопрошающему Ежесекундно Вообще В нашем организме Происходит столько всего Бьется сердце Переливается кровь Обновляются клетки Это разве Ничего не происходит Все внутри танцует Естественно Происходит Ну как бы Все двигается Поэтому движение Есть Ну как бы Если рассматривать Очень общо Любое движение Является танцем Я понимаю Но вы как-то Сергей Сейчас Чтобы наши пользователи Не подумали Что они вот придут Из 16 по 25 На сцене будут Только стоять И больше ничего не будут Происходить Понимаете Я победил технику Друзья Дайте Дайте возможность Панцевать им до конца А потом продолжим Посмотрите Примерно так-то и будет Еще маленький Очень важный момент Пока все в офисе А мы сейчас попробуем Рассказать Тот маленький важный момент Который не влез в кадр Что у нас там не поместилось Расскажите Да там спел человек А там спел человек Ну как То есть подожди Обрезал То есть там будут и петь Да То есть танцевальное искусство Ну не хочется все секреты открывать Да Хочется что-то оставить В тайне Но А как заманить людей Песня прозвучит В одном из спектаклей Это правда Ну живая в смысле Да Танцовщик споет Ну вот написано С 16 по 25 В день сколько будет спектаклей Представлений Как распределяются вот эти дни С 16 по 25 Всего у нас 7 вечеров Каждый вечер будет проходить спектакль Или два спектакля С 16 по 19 И затем будет небольшой перерыв Потому что в этом году У фестиваля есть также Образовательная программа И будет проходить серия мастер-классов Которые будут давать вот эти же танцовщики Приехавшие И вновь вторая часть программы Будет проходить с 23 по 25 Тоже каждый вечер спектакль Если работы Просто в современном танце Как это сказать Спектакль считается полноценным вечером Если он длится около 35-40 минут Это уже полноценный спектакль Который может представить целый вечер Театральный Вот поэтому если работы Занимают меньше этого времени То мы поместили две работы в один вечер Если более того То это один спектакль Просто нужно посмотреть по программе Когда и что Во сколько начинается представление? Все спектакли начинаются в 8 часов В 8 часов Есть какие-то возрастные ограничения? У нас стоит 16 плюс В общем-то это так и есть Я лично считаю Что на многие из этих спектаклей Можно приходить Детям практически любого возраста С того момента Когда они могут Достаточно спокойно что-то воспринимать Ну скажем так Не очень сильно вмешиваясь В восприятие происходящего на сцене Другими зрителями Потому что если слишком маленький ребенок То он все-таки может И двигаться как-то по залу И так далее А так Именно с точки зрения того Что происходит на сцене Мне кажется Там практически ни в одном из этих спектаклей Нет ограничений То есть все серьезно А если захочется станцевать зрителю Ему скажут сидеть Да? Нет, никто не скажет Я думаю Ну вот вы только что ребенка Отправили сидеть Ох Но должны быть определенные рамки Тогда возможностей Давайте их проговорим Это важно Чтобы сориентировался наш пользователь И принял для себя важное решение Я туда иду Я туда иду один Я туда иду с ребенком Который сидит И я туда иду с ребенком Который двигается Сергей Надя Я все-таки думаю Что У зрителя Должен быть какой-то элемент Не свободы Что ли Просто потому Что он не один в зале Это не спектакль Для одного зрителя И там есть еще окружающий То есть Я думаю Что у зрителя Должна быть свобода До того момента Пока он не вмешивается В свободу соседа Все остальное разрешено Поэтому если Если какое-то поведение Зрителя Очень сильно мешает Остальным Мешает может быть Условно мы говорим Да То тогда все-таки Хотелось бы Чтобы такого не происходило А все остальное разрешено То есть у нас Открою секрет Можно с напитками В зале быть Даже так Если опять же Вы не мешаете другим Да То есть вот Точно будут танцы в зале Это вот именно Да Как-то Противоречите Сами себе Тогда возникает вопрос То есть Каких-то интерактивных Спектаклей не будет Все-таки публика Я так понимаю Все равно В первую очередь Да На вот такой призыв Swiss Fresh Приходит молодая публика Публика Которая Наверное Бывала Может быть На ваших предыдущих Фестивалях Может быть На каких-то других Фестивалях Посвященных Современному танцу Возможно Это люди Которые сами Занимаются танцем Им интересно Увидеть что-то новое Да И просто вот усидеть Или все-таки будет Какая-то возможность Какого-то интерактива Общения Я думаю Что я два момента Прокомментирую В этой связи Во-первых Опять же Новизна Вот именно Этого четвертого Фестиваля Заключается в том Что Три предыдущих В программах Трех предыдущих Фестивалей Был сделан Очень большой акцент На какие-то Экспериментальные Скажем так Постановки Которые очень часто Уходили Из такой Очень грубо И очевидно Определенной Танцевальной сферы В какие-то Другие дисциплины Там были компоненты Я не знаю Спорта Физики Перформанс В чистом виде И так далее И как бы Танца Вот такого Буквально Понимаемого Людьми Было Гораздо меньше Чем других Остальных компонентов В этом году Новизна Этого четвертого Фестиваля По сравнению С тремя предыдущими Заключается в том Что в общем-то Абсолютно Все эти спектакли Они очень танцевальны То есть там очень много Движения И если можно так сказать То это Классический Современный танец В плане Там действительно Очень много Двигаются По тем принципам Движения Техники Тела Которые сейчас Условно Приняты Как законы Что ли Там Китарелизовые Штуки И так далее То есть Все эти спектакли Очень танцевальны И в таких спектаклях Есть место Какой-то Импровизации И интерактиву Но обычно Все-таки Это либо маленький кусочек Какой-то Где идет взаимодействие Со зрителем Либо Даже вообще Такого интерактива нет Потому что Ну вот Такой чистый Танцевальный жанр Скажите пожалуйста Просто можно Хотела добавить Вот ролик Просто у вас Он настолько Вот ритмичный Да Это второй момент Как можно сидеть Который я хотела Прокомментировать В рамках фестиваля Пройдет ночь танца Собственно Где уже Можно будет Шалить Экспериментировать Включаться Импровизировать И будут направлены Какие-то активности Устроенные организаторами Как раз на то Чтобы и Зритель пришедший Тоже мог Потанцевать Оттянуться Это когда будет Эта ночь Эта ночь С 23 на 24 сентября Скажите пожалуйста Насколько осознан Вот этот уход От эксперимента Я в ваших словах Услышал Что вас вынудило Скажем так Реакцию Нет Я наверное Может быть скажу Мое собственное Собственное Личное мнение Возможно это не мнение Всех организаторов Фестиваля Мне кажется Что для того Чтобы Вновь Воспринимать Что-то экспериментальное Очень новое Нужно давать себе Какую-то паузу Чтобы может быть Где-то Опустошиться Что ли Для того Чтобы вновь Наполниться Чем-то новым Поэтому Ну поэтому да С моей точки зрения Это такая Сознательное Сознательное Возвращение В чистое движение Чтобы немножечко Дать время Освободиться И может быть В будущем году Например Опять провести Что-то прям Супер новое Грегори Стауфтер И Мариус Шафтер В этом смысле Они как раз Те самые ребята За грани У вас я вижу Будет перформанс 17.00 23 сентября Уличный Прямо на ярмарке Было в прошлом году А это прошлый год А в этом Swiss Fresh Будет можно даже Так назвать Swiss Fresh Fresh Давайте Собственно покажем Там буквально Минутка Как это было тогда Друзья Чтобы вы понимали Чего у вас Не будет на этот раз Мне кажется Это очень важно Но Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Fresh В фестивале Современного танцевального искусства Швейцарии Ну как сказал Один из организаторов Нам Надя Гранкина В этом году Будет все-таки Более привычный Классический Современный танец Как вы сказали Ну это очень условное определение Ну да Где-то так Вот Сергей Хотел что-то добавить Прежде чем у нас началось видео Да Я хотел уточнить Что это очень важно И здорово Охватывать Более широкое поле Потому что Ну нельзя Естественно Показывать только то Что Ультрасовременно Ультрарадикально И так далее Потому что зритель Если Ну он должен Знакомиться с разными Все-таки Тенденциями Вот Как Надя говорила Швейцария Очень многонациональная Страна И вообще Европа уже Такая Вся Смешалась Вот И конечно Это здорово Что Мы наблюдаем Совершенно различные Течения Кстати Вот Сергей Он смотрел В прошлом году Перформанс Который Вы сейчас Продемонстрировали Кусочек Может быть Он может что-то Прокомментировать Если у вас есть вопросы Не знаю Ну да Это же Честно Виде акционизм Какой-то Ну нет Это конечно Танц-перформанс Танц-перформанс Да Потому что Почему собственно танц Потому что там есть место для движения Там есть импровизационные куски Они очень здорово работают С пространством и временем внутри И почему перформанс Потому что это все-таки Они очень Плотно работают с предметным миром Который Ну создает некие такие визуальные картины То есть Здесь Такой какой-то некий момент От художественного перформанса От перформансов Там Группа Флюксуса Ну венской знаменитой Йозефу Бойса И так далее Это Ну вот То что Танцовщики Расширяются Смотрят в разные стороны И все это становится Междисциплинарным Это очень здорово Вот Ну что ж Еще раз напоминаем С 16 по 25 сентября Будет проходить в Петербурге Четвертый фестиваль Современного танцевального искусства Швейцарии Скороход Swiss Week Да Swiss Week И Swiss Fresh Который представит Актуальные работы Молодых швейцарских танцоров На сцене Театральной площадки Скороход Спасибо большое Сергею Лоренову Наде Гранкиной Что организовываете Вот Такие действительно Свежие Свежие фестивали На которых Интересно Увидеть Что-то Новое Необычное В сети Все подробности Ищем на сайте Площадки Скороход И в тематической группе Вконтакте Да И на фейсбуке Тоже И в инстаграме Даже можно Отсмотреть Боже мой Как вас много Удачи вам Спасибо большое На этом у нас все На этот момент Спасибо С днем рождения Спасибо Очень приятно Что вы с нами В этот день